Копейка рубль бережет. Уже не новость, что пенсионеры и обладатели социальных карт могут воспользоваться специальной 5-процентной скидкой на продукты. Купить товары по льготным ценам можно в любом из сетевых магазинов «Дикси», «Магнит», «Пятерочка», «Глобус» и некоторых других. Напомним, программа социальной скидки в Подмосковье стартовала 1 сентября по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Скидки действуют по будням с 9 до 13 часов. Депутаты от партии «Единая Россия» городского поселения Монина решили проверить, как работает акция и посетили местные магазины «Дикси» и «Магнит». Скажите, пожалуйста, в вашем магазине скидка пенсионеру предоставляется с какого времени? С 1 сентября. Тогда, когда было подписано соглашение губернатора Московской области. А чтобы получить эту скидку пенсионеру, обязательно иметь социальную карту при себе в Московской области или достаточно пенсионного удостоверения? Ну, вообще-то и карточку, потому что здесь много пенсионеров не наших, а по возрасту стареньких мы уже даже порой не требуем. На деле в магазине розничной сети «Магнит» скидка предоставляется как при предъявлении социальной карты, так и по пенсионному удостоверению. А вот в «Дикси» обязательное условие для получения законной скидки – наличие социальной карты. Для покупателей здесь предусмотрен небольшой бонус. Время обслуживания льготников продлено на час. О том, насколько добросовестно выполняется программа губернатора «Скидка в сетях», мы поинтересовались у постоянных клиентов. Ну, как узнала, тогда стала пользоваться сразу. Откуда вы узнали? В магазине «Дикси». Передо мной стояла женщина, у нее спросили социальную карту. Ну, эти продавцы, они всегда пойдут навстречу, они видят, меня, по крайней мере, видят, что я уже должен иметь социальную карту. Кроме того, инвалиду или пенсионеру не обязательно лично совершать покупки, чтобы заполучить заветную скидку. Это может сделать социальный работник или доверенное лицо при предъявлении доверенности и документов льготника. Стоит отметить, подобные проверки депутаты проводят не впервые. И, скорее всего, такая работа будет продолжена. Ольга Оржанова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».